Всем привет, с вами Трестания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой брелок в виде когтя. Начнем. Хорошо разминаем полупрозрачную полимерную глину, добавляем в нее золотую пудру. От того, сколько добавить, будет зависеть конечный результат. Мне хотелось добиться оттенка крема брюле. Формируем кабельку и вытягиваем ее, заостряя кончик. Инструментом делаем продолговатые линии, от самого основания до конца. Раскатываем золотую полимерную глину в тонкий пласт толщиной 1 мм и также придаем ему текстуру. Оборачиваем будущий коготь, все хорошо прижимаем, лишнее обрезаем. Так же инструментом дорабатываем текстуру. Иглой проделываем отверстие для будущего крепления, затем расширяем его дотсом. Сначала с одной стороны, затем с другой, тем самым избегая зазор и неровности. Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания коготь необходимо затонировать. Для тонировки я использую два вида акрила, коричневый и черный. Излишки краски удаляем влажной салфеткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сборка. Отмеряем и отрезаем отрезки длиной 67 см. Берем две нити, складываем пополам и продеваем их в отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем петельку и хорошо затягиваем узелок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступаем к плетению жгутика. Именно по этой схеме я плела свой жгут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом плетем до нужной нам длины. У меня жгут 5 см. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем два очень плотных узелка. Чтобы все не распустилось, я для надежности смазала кончики клеем. Вставляем соединительное колечко и держатель для брелка. Готово! Вот такой брелок у нас получился. Его можно подарить в качестве сувенира или же просто повесить на ключике. Вы смотрели мастер-класс брелок Коготь от Тристания? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok